Что если мы вам скажем, что под толстым слоем многолетнего льда живут таинственные существа? Звучит неправдоподобно, но ученые уже нашли кое-что любопытное под этой толщей. Да, Антарктика почти полностью покрыта ледниками, но под ними находится обычная земля и даже несколько действующих вулканов. Недавно ученые обнаружили, что тепло из одного из вулканов растопило ледник, но не из-за однократного извержения, а вследствие непрерывного теплового излучения, которое происходило так долго, что подо льдом образовались пещеры. Эти пещеры под ледяным куполом расположены на горе Эребус на острове Росса. И это не просто одна большая пещера, речь идет о целом лабиринте коридоров и комнат внутри пещеры. Они появились из-за тепла, которое поднимается от вулкана. Ученые полагают, что глубоко в этих пещерах может существовать некая форма жизни, благодаря теплу, воде изо льда и солнечному свету, проходящему сквозь ледник. Антарктика подвергается интенсивной солнечной радиации. Исследователи обнаружили эти идеально круглые области совсем недавно, поэтому у них еще не было возможности их изучить. Но они предполагают, что здесь вполне может существовать замкнутая и разнообразная экосистема. Помните научно-фантастические фильмы о динозаврах, которые выжили, спрятавшись во льду? Что-то подобное может быть и в этом случае. Эксперты уже обнаружили следы ДНК, которые они не в состоянии идентифицировать. Это означает, что существа, неизвестные биологам, живут под ледяными шапками Антарктики. Но живые существа, скрытые подо льдом, не являются самой странной загадкой Антарктики, ведь вся территория из-за своей удаленности и обледенелости будто застыла во времени. Может ли произойти что-нибудь интересное в месте, где почти нет жизни? Оказалось, может! Более того, иногда Антарктика преподносит нам не только новые и необъяснимые загадки, но и пугающие большие сюрпризы. Например, гигантское лицо, которое было замечено в Google Earth на спутниковых снимках Антарктики. Рот, нос и пара глаз отчетливо видны на этом пугающем фото. Возможно, это руины цивилизации, которая когда-то существовала и имела контакт с инопланетянами. Или может быть просто уловка матери природы и то, что мы видим – просто игра снега, ветра и мороза. Да и эксперты предполагают, что гигантское лицо – это лишь массивная снежная корка, которая просто крайне необычно выглядит. Но с чем не поспоришь, так это с появлением огромных дыр во льду размером с Якутию. Таинственное место было впервые обнаружено в 2016 году. Вновь его открыли в 2017. Первоначально площадь составляла 9600 квадратных метров, но постепенно она расширилась до невероятных 78 тысяч квадратных километров. Таинственное образование появилось посреди льдяной пустыни в океане. Почему же это произошло? Почти полвека специалисты не могли объяснить природу этих гигантских полыней. Только в 2019 году ученые из Вашингтонского университета заручились поддержкой НАСА в изучении странных образований во льду с помощью спутников. Оказалось, из-за изменения климата Земли такие гигантские дыры в Арктике будут появляться все чаще и чаще. Причина этого в том, что холодные воды океана смешиваются с теплыми течениями. Затем теплая вода поднимается вверх и растапливает лед с молниеносной скоростью. Полынья размером с российское государство появится через раз, два, три, в общем очень быстро. Почему это происходит так стремительно? Причина – океаническое плато Модрайс с массивной подводной горой, возвышающейся словно настоящий подводный Эверест. Эта морская гора расположена близко к этим дырам. Ее форма и рельеф усиливают поток теплой воды к поверхности. Гора создает не просто течение, а нечто вроде мощного потока, как и шланга, который смывает холодный лед. И хотя ледники простираются далеко за пределы антарктического континента, стоит помнить, что под большей частью льда есть суша. В отличие от Северного полюса, Южный полюс не просто замерзший океан, а континент под ледниками. Эти ледники весят сотни тысяч тонн. Вся эта масса давила на Землю миллионы лет. Неудивительно, что здесь была обнаружена самая низкая точка суши на планете. Открытие сделала группа исследователей под руководством ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне. Они нашли каньон, который особенно пострадал от давления льда. Это место расположено под ледником Денмина в восточной Антарктиде. Его глубина ошеломляет – 3,4 километра ниже уровня моря. Учитывая, что минимальная толщина океанической коры колеблется от 5 до 7 километров, можно сказать, что ледник вдавил материк в мантию планеты почти наполовину. Вы можете себе представить, сколько времени нужно, чтобы протолкнуть целую долину так глубоко вниз. Еще Антарктика – это место, где можно по-настоящему много узнать о прошлом нашей планеты. Например, всем известно, что около 65 миллионов лет назад большинство динозавров вымерло. Благодаря этому млекопитающие птицы получили возможность начать процветать в эволюционном плане. Но какие виды обитали в тот период? Кто занял место динозавров после их исчезновения? Кто стал самым опасным и хитрым хищником после исчезновения тираннозавров? Ученые, исследующие Антарктику, выяснили это. Вы не поверите. Оказывается, что на протяжении сотен тысяч лет доминирующими хищниками в южном полушарии планеты самыми крупными и грозными были пингвины. Но при этом они были более быстрыми, агрессивными и крупными. Этот древний пингвин ростом с человека весил около 120 кг. И это не жир, ведь климат был мягко субтропическим и не было необходимости защищать себя от холода. Так что все это абсолютно мышцы. Их тела немного отличались от тел современных птиц. Ноги были более сильными, а пропорциями тела напоминали альбатросов. На самом деле буревестники или альбатросы – ближайшие родственники пингвинов. Скелеты этих птиц были найдены на островах материковой части Антарктики. Жили они примерно 60-62 миллиона лет назад. Таким образом, мы можем предположить, что эти птицы потеряли способность летать и стали водоплавающими именно потому, что динозавры освободили им нишу для охоты. Если говорить о динозаврах, то именно останки древнего ящера под названием листозавр подтвердили теорию суперконтинентов, существовавших десятки и сотни миллионов лет назад. Во-первых, останки листозавров были найдены и на других континентах, кроме Антарктиды, хотя они никогда не умели плавать. Во-вторых, во время археологической экспедиции в Антарктиде был найден скелет рептилии Цинодонта. Аналогичные останки найдены также в Южной Америке и Индии. Вот почему ученые считают, что Антарктида связана с другими частями света – Южной Америкой, Индией, Африкой и Австралией. А древние суперконтиненты Гондвана и Лавразии действительно существовали. К тому же климат в Антарктиде был гораздо теплее. Там росли густо заселенные субтропические и даже тропические леса. И она находилась немного ближе к экватору на юго-западе Тихого океана. Антарктика удивляет нас не только некоторыми открытиями прошлого, но и настоящего. Например, подо льдом в Западной Антарктиде геологи и ученые из НАСА обнаружили ранее неизвестное огромное подземное озеро. Вместо воды оно наполнено магмой. Связано это с тем, что на Земле Мэри Берт есть целый ряд действующих мини-вулканов. Они нагревают территорию примерно с такой же интенсивностью, как Йеллоустоунские супервулканы. Примечательно, что на этой земле нет трещин в земной коре или каких-то других причин для существования вулканов. Ученые полагают, что здесь находится так называемый мантийный плюм – гигантская грибовидная структура, двигающаяся от основания мантии к поверхности планеты. Плюмы состоят из легкого и горячего вещества. Они провоцируют появление вулканов под ледниками. Однако эти вулканы не имеют формы горы. Скорее, это просто извергающиеся дыры в земле под ледниками. Из-за этого ледяные шапки Антарктиды тают в три раза быстрее над землей Мэри Берт, чем над любой другой областью. Все эти открытия и загадки, какими бы интересными они ни были, обычно относятся к самой Антарктике, месту, которое большинству людей кажется отдельным миром. А теперь приготовьтесь к настоящему потрясению. Ведь Антарктика внесла свой вклад в освоение космического пространства и открытие внеземной жизни. Вы считаете, что для успешного поиска инопланетян необходимо строить космические корабли? Вовсе нет. В 1984 году в Антарктике был найден метеорит Алан Хиллс, и все эти десятилетия его исследовали. Согласно самым первым анализам, ученые обнаружили, что это не просто кусок камня, который блуждал в космосе и когда-то был притянут к Земле. Этот метеорит – фрагмент Марса. Что могло случиться с Красной планетой, из-за чего этот камень проделал такой длинный путь? Ведь среднее расстояние между планетами составляет около 225 миллионов километров и может существенно колебаться, когда они сближаются или удаляются друг от друга при вращении вокруг Солнца. Конечно, некоторые из вас могут сомневаться, что этот камень с Марса, но это доказанный факт. Прежде всего, состав почвы идентичен марсианским образцам горных пород, которые имеются в наличии. Во-вторых, есть включение изотопов, которые полностью соответствуют как таковые в атмосфере той планеты. Но это не самое важное открытие. В недрах камня были найдены ископаемые останки древних бактерий. До сих пор неизвестно, являются ли эти бактерии земными или марсианскими. Тот факт, что ископаемые останки бактерий в камне похожи на микроорганизмы Земли, говорит в пользу первой теории. Поскольку это означает, что вода была необходима для их существования. Пока-пока! На этом все. Подписывайтесь на канал «Хочу знать» и смотрите другие наши видео.